МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. В правила дорожного движения ввели запрет на опасное вождение. Поправки, подготовленные МВД России, направлены на снижение смертности населения в ДТП. Утверждены председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и вступают в силу с 8 июня текущего года. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 57 тонн молочной продукции из Республики Беларусь. Обезжиренное концентрированное молоко, сливки, пастеризованные и сгущенное молоко перевозились в автомобилях, не оборудованных приборами для замера и контроля температуры во время транспортировки груза. К тому же на части продукции отсутствовала маркировка. На плановом оперативном совещании глава муниципального образования Вячеслав Сидунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Детский сад «Дюймовочка» вошел в национальный реестр ведущей образовательные учреждения России. Свидетельство о занесении глава вручил заведующей Раисе Цыганковой. В городе объявлен конкурс «Мой двор». Десногорцы могут посоревноваться в украшении и благоустройстве дворовых территорий. Победителей ждут призы. Конкретно это будет участие местного бюджета в софинансировании того самого преображения дворов победителей. Положение о конкурсе можно найти на сайте администрации. Там же будут размещаться и предложения горожан. В течение июня от предприятий Десногорска в администрации ждут ходатайства о занесении лучших работников на городскую доску почета. Убедительно прошу провести эту организационную работу и направить нам документы. Там должны быть выписки из собрания трудового коллектива, главой коллектива, национальность кандидатуры. У нас много достойных людей, которые заслуживают вот такого вида поощрения. В медсанчасти 135 осуществляет прием врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Сергей Романов. Учреждения культуры готовятся к празднованию Дня России. В школах города продолжаются выпускные экзамены. Их результаты становятся известны только через 10 дней. Получив результаты, дети имеют право подать апелляцию. Апелляция подойдется в течение трех дней после получения результатов самостоятельно и в государственную комиссию. Ну а за какие будут результаты, будем надеяться, что будет хорошо. Три ученика первой школы отдохнут в Голоевке в профильной смене для одаренных детей. Победители проекта «Школа Русатом», воспитанницы Дома детского творчества Татьяна Сидельникова и Мария Шуткова летом посетят Всероссийский детский центр «Орленок». Смоленщина расположилась на 11-й строчке экологического рейтинга субъектов России. Рейтинг представили накануне Дня защиты окружающей среды в Общественной палате Российской Федерации на круглом столе. За год Смоленская область прибавила пять позиций в рейтинге. Самым чистым регионом признана Тамбовская область, а замыкает рейтинг Свердловская область. В области работает полезный телефон МЧС. На номер 34-99-99 можно обращаться по вопросам нарушений в области пожарной безопасности, охране жизни людей на воде и по всем другим ситуациям, которые, по вашему мнению, могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. 26 мая в оперативном штабе области сотрудники Федеральной службы безопасности провели тактико-специальные учения под условным названием «Молния-2016». По легенде учений террористы осуществили вооруженное нападение в поселке Талашкино на нефтяную компанию «Роснефть» «Смоленскнефтепродукт» и взяли в заложники несколько человек персонала. Кроме того, на территории предприятия террористы разместили имитационные заряды. При проведении переговоров соглашение о сдаче оружия и освобождение заложников достигнуто не было. Оперативным штабом в Смоленской области было принято решение о проведении силовой фазы операции по задержанию и обезвреживанию преступников. Учения показали, что группировки штаба готовы к проведению контртеррористической операции. Уровень профессионализма руководящего и личного состава при организации и проведении мероприятий был на высоком уровне. Отработаны вопросы взаимодействия сил и средств управления ФСБ, полиции, спасателей, пожарных Федеральной службы исполнения наказания и органов исполнительной власти области. По оценке руководителя оперативного штаба Игоря Теньгаева, основные цели и задачи тренировки достигнуты. Действия всех подразделений признаны эффективными. Оперативный штаб в Смоленской области обращает внимание, что бдительность населения является одним из наиболее эффективных способов борьбы и предупреждения терроризма. Своевременное сообщение в правоохранительные органы о подозрительных лицах и забытых вещах может предотвратить теракт и спасти жизни многих людей. Криминальные новости. Смоленин хранил у себя в гараже винтовку Мосина, патроны к ней и гранату. Экспертиза установила, что винтовка и патроны пригодны для стрельбы, а граната – для производства взрыва. За незаконное хранение оружия и боеприпасов мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. В Смоленске произошла авария. Автомобиль ВАЗ-2112 протаранил иномарку, вылетел на обочину и напрочь снес информационный указатель. Как выяснилось, за рулем отечественной легковушки находилась пьяная девушка. На стоянке грузовых автомобилей в Нижнекамске сгорел «Мерседес», принадлежащий водителю из Смоленской области. Автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Сумма ущерба составляет более 500 тысяч рублей. Во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. На автодороге в Новодугинском районе 28-летний водитель на ВАЗе, увидев внезапно вышедшего на дорогу лося, попал в ДТП. Пытаясь объехать животное, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Мужчине была оказана медицинская помощь. В области продолжается призывная кампания. 7 июня в администрации Десногорска состоялось очередное заседание до призывной комиссии. Подробности в нашем сюжете. Прежде чем прийти на комиссию, ребята уже прошли медицинское обследование на пригодность для службы в армии. Задача призывной комиссии – объявить и разъяснить будущему призывнику его категорию пригодности и определить предписания в те или иные рода войск. Из 8 человек, которые в этот раз прибыли на комиссию, двое оказались непригодны к службе. В последние 2-3 года призывники другие, они существенно отличаются от тех, которые были 10-12-13 лет назад. По состоянию здоровья они выглядят гораздо предпочтительнее. Ну и уклонистов у нас стало меньше. Так, скажем, призывники приходят на призывной пункт с желанием. Четверо ребят получили отсрочку для получения образования. И только двое – юношей до 15 июля – будут призваны в ряды российской армии. Ребята с удовольствием приходят, ребята прекрасно понимают, что Родину мы обязаны защищать, и они хотят это делать. Всего из Десногорска по заданию области в этом году будут призваны 57 человек. Из них 7 ребят поступают на обучение в военные вузы страны. В конце мая в Екатеринбурге состоялся финал конкурса «Робофабрика». В нем приняли участие 45 студентов и дипломированных специалистов из России, Беларуси и Казахстана. Первое место в номинации «Эскиз» занял Денис Осипов, студент из Смоленска. Он представил работу «Многофункциональная роботизированная платформа». На литейном предприятии в Катане под Смоленском начали изготовление памятника для Калужского Обнинска. В этом году первый наукоград России отмечает свое 60-летие. К этой знаменательной дате и решено было установить в Обнинске памятник первопроходцам атомной энергетики. 7 июня Десногорская группа «Постскриптум» вернулась из венгерского гириена, где принимала участие в фестивале рокового направления. Поездка наших музыкантов была организована в рамках культурного обмена городов-побратимов. Своими впечатлениями земляки поделятся в наших последующих информационных выпусках. Не пропустите! Субтитры подогнал «Симон»! Десногорцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Семьи. Счастливые моменты». Муниципальный этап пройдет с 1 июня по 20 августа. Фотоработы будут оцениваться по пяти номинациям. Подробную информацию о проведении фотоконкурса вы можете получить на официальном сайте администрации Десногорска. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.